Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТУСУ выпуск вечерних новостей. В студии Кульмира Тимиргалеева. Судоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. И в начале выпуска коротко о главном. Доброта без границ. Многодетная семья обрела долгожданную крышу над головой. В полшаге до газа. Жители областного центра месяцами ждут подключения к голубому топливу. Стадион на побережье. На Алаколе строится первый спортивный стадион. Казахстанская вакцина от коронавируса будет готова в марте следующего года. Доклинические испытания уже пройдены. Теперь ее ждут дальнейшие проверки. Над ее созданием трудятся ученые научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Обнадеживающая новость была озвучена в ходе селекторного совещания под председательством главы государства Касым Жумарта Тукаева. Кас-Ковид-Ин. Одна из самых перспективных вакцин в стране на сегодняшний день. Рекарство создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. Согласно доклиническим исследованиям, у испытуемых повышается иммунитет. Риск заражения снижается до 90%. Побочные эффекты не наблюдались. Вакцина показала высокую переносимость, низкую реактогенность, достаточную иммунную активность в отношении вируса. По итогам исследований не было зафиксировано ни одного случая побочных эффектов повышения температуры или токсичности вакцины, что подтверждает безопасность отечественной вакцины. Самое важное – вакцина обеспечивает формирование нейтрализующих антител в титрах того же порядка, что наиболее перспективные вакцины против COVID-19, разрабатываемых в других странах. Новая вакцина будет готова в марте следующего года. Она, в отличие от иностранных аналогов, легка в транспортировке. Первая партия – 2 миллиона доз вакцины. Ее стоимость, по словам руководцев страны, будет доступной. А до тех пор глава государства просит не нарушать карантинные меры. Я обращаюсь к правительству, как и его поручение. Необходимо разработать какие-то дополнительные меры, естественно, без искусственного давления на бизнес, с тем, чтобы все же карантинный порядок соблюдался во всех соответствующих заведениях, будь то это в столице или в областях. В целом ситуация в стране остается стабильной. По словам министра здравоохранения, пессимистичный вариант развития COVID-19 предотвращен. На сегодня 119 тысяч казахстанцев уже излечились от коварного недуга. Необходимая техника закуплена. Больницы в полной готовности. На складах двухмесячный запас лекарств. В свою очередь, Аманда Кваталов поручил главному санврачу Алматинской области усилить работу на границе. Завазных фактов быть не должно, подытожил глава края. Дамир Анитов, Жаслан Шингенжи, телеканал ЖИЦУ. 1047 человек приняли участие в праймеризе 2020 по Алматинской области. По итогам голосования определены 26 кандидатов в депутаты Можилиса парламента Республики Казахстан от партии Норутан по Алматинской области. Сегодня состоялась 27-я внеочередная конференция Алматинского областного филиала фракции, где выдвиженцы дебатировали в целях определить восьмерых лучших кандидатов, которые будут представлять народные интересы на самом высоком уровне. Как известно, стратегия ведущей фракции Норутан направлена на максимальное повышение уровня благосостояния населения. Поэтому программа и члены партии должны соответствовать самым высоким стандартам. Ведущей партии большинства определены 7 приоритетов развития, охватывающих все социально-экономические аспекты. Во внеочередной 27-й областной партийной конференции приняли участие 140 делегатов под председательством Аманды Кабаталова. Сообща, участники встречи принимали решения по дальнейшим шагам реализации поставленных задач. При глуподной программе учтены данные ключевые приоритеты, особенности социально-экономического развития нашей области, отмечены и трудности этого года, связанные с пандемией. Особое значение придается вопросам социальной защиты населения, поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Проект предоставленной программой на государственном и русском языках размещен на сайте центрального аппарата партии Норутан для ознакомления. Данный проект был обсужден среди жителей области и в итоге принято 1112 наказов, из них 818 были предусмотрены предвыборной программе. 144 наказа были включены в предвыборную программу. На поступившиеся 50 вопросов о деятельности партии внутри партийного правильности даны необходимые разъяснения. В рамках конференции между 26 выдвиженцами в депутаты Можилиса парламента проведены дебаты. Каждый из участников детально поведал о преимуществах выдвинутых идей согласно своей предвыборной программе и их актуальности в нынешних реалиях. Темы самые обширные, от спортивных до социальных. Моя предвыборная программа под новознанием, главная цель богатства народа направлена на повышение уровня жизни и доходов населения. На мой взгляд, необходимо принять дополнительные меры по финансовой поддержке граждан. Это увеличение минимального размера заработной платы как минимум в два раза до 100 тысяч тенген. Обязательная ежегодная индексация повышения заработной платы, проводимая на основании показателей инфляции. Повышение как минимум в два раза заработной платы государственных служб и работников бюджетной сферы. Выплата материнского капитала при рождении каждого ребенка в сумме не менее 2 миллиона тенген. Помимо выступлений с предвыборной программой, выдвиженцы задавали друг другу интересующие их вопросы. Тем самым определялась осведомленность о тронутых темах. Как вы оцениваете проблемы моногородов в республике Астан? Эта проблема очень остро стояла, как мы все знаем с вами. Конечно, не острее, чем проблема Аула, но из 86 городов в республике Казахстан 27 это моногорода. На сегодняшний день определены моногорода. И еще порядка, наверное, 30 городов, у которых схожие проблемы, менталитет, культурный слой и так далее. Экономика этих городов, она схожа. Поэтому, если мы выделим эту проблему в отдельную и создадим республиканскую программу развития малых и моногородов... Всех участников объединяет одно – патриотизм и неравнодушие к проблемам общества. Однако выбрать лучших из лучших – дело нелегкое, признаются делегаты. По итогам голосования определены 8 участников, кандидатуры которых будут представлены в межилисе парламента. К слову, убедительной всех выступил общественный деятель Алия Апсиметова, набрав 131 из 140 голосов. У меня программа состояла из пяти тезисов. Это безопасный и безопасный, комфортный район. Один из тезисов – экономически устойчивый район. И, конечно же, как журналист, медиаграмотность людей нашего Казахстана, что немаловажно. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания избирателей. Работать будем, будем проводить конструктивный диалог с населением. Также в ходе конференции участниками избраны делегаты из Алматинской области. Давно внеочередной республиканский 20-й съезд партии Нур-Отан. 180 машин скорой помощи приобретено в автопарк медорганизации Алматинской области. Из них уже встали на линию 64 автомобиля. До конца этой недели еще 42 кареты начнут обслуживать население. По словам специалистов, пополнение автопарка поможет значительно снизить нагрузку на фельдшеров. В каком формате теперь ведет работу станция скорой помощи, узнавал Алексей Цой. Областная скорая слушает вас. Откуда звоните? Город, поселок район. Ежедневно порядка 2000 звонков поступает в областную дежурную и диспетчерскую службу со всего региона. Это вдвое меньше, чем в период строгого карантина. Фельдшеры стремятся быть всегда на готове к неожиданной вспышке COVID-19, а также вовремя приезжать к пациентам в особой срочности. Однако так получается не всегда. Но с пополнением автопарка, уверяют специалисты, неотложка будет поспевать на помощь быстро и оперативно. Поспособствуют этому также диспетчеры-эвакуаторы, которые всегда знают, в какой точке сейчас находится карета скорой помощи и какая быстрее приедет по указанному адресу. В данный момент мы работаем по программе COVID-19. Все бригады оснащены коммуникаторами, туда напрямую поступают вызовы. Бригада сразу видит, сразу уезжает. И по категории срочности мы, скажем, что успеваем. Укладываемся по категории срочности. Сейчас, в связи с увеличением автомашин, мы думаем, что стопроцентно будем доезжать по времени, успевать будем. Как говорится, главное не количество, а качество. С этим руководство области точно не прогадало. Спецтранспорт оснащен оборудованием премиум-класса, по последнему слову техники. В новой карете скорой помощи и все необходимое медицинское оборудование. Это и дефибрилляторы, монитор пациента, дистанционный ЭКГ и даже аппараты ВЭЛ и многое другое. Все для оказания оперативной и, самое главное, качественной экстренной медицинской помощи. По сути, новые автомобили, как малые операционные, они способны оказать комплексную первую помощь. А за состоянием пациента можно следить дистанционно. Все данные отправляются в объекты здравоохранения. Они подключены к GPS-устройствам, то есть спутниковой связи, не только для того, чтобы отслеживать машину, но и подключили с областными службами, допустим, с кардиоцентром. В прямом эфире, когда врач-фельдшер снимает ЭКГ, сразу данные передаются в кардиоцентр, что позволяет определить тяжесть состояния пациента и сразу определиться со стационаром, куда доставлять данного пациента. Весь медицинский персонал прошел обучение, работая с новейшим оборудованием на данных машинах. Зарина Набиева больше 12 лет работает фельдшером. В этом году, признается она, работать стало гораздо легче. Все благодаря централизованному диспетчерскому пункту и новым каретам скорой помощи. Нам пришли новые машины с новым оборудованием, с новыми технологиями. Машины очень удобны, современного оборудования, новейшей технологии немецких производителей. Раньше было тоже хорошо, но таких дистанционных у нас не было. Это все новейшие технологии. Сейчас получается, что одна скорая работает легче, чем раньше. Помощь можно оказывать в полном объеме. В целом по области работает 160 бригад скорой помощи. До конца недели это число увеличится и на передовую пойдут уже 189 карет. А до конца года оснащенность спецтехникой достигнет 100% с обновлением автопарка на 80%. Алексей Цуин, Ржан Муканов, Телеканал ЖТСУ. 270 миллионов тенге выделено на строительство первого спортивного поля на побережье Алаколь. Теннисный корт, волейбольная и футбольная площадки станут доступны любителям спорта и здорового образа жизни благодаря дорожной карте занятости. Одина Смогулова продолжит тему. Жители Алакольского района не могут нарадоваться инфраструктурным улучшениям в своем регионе. Всего за год у них появилась новая школа, отремонтирован с нуля дом культуры. Позаботились власти региона также о дорожных условиях близ побережья для автолюбителей. Отныне и будни жителей села Акши заиграют новыми красками. Не за горами открытие спортивного поля площадью в 2,5 гектара. Основу площадки начали закладывать в начале ноября текущего года. Общая вместимость поля 150-200 человек. Здесь будут созданы все условия как для туристов, так и для местных жителей. Основу спортивной арены начали закладывать уже в начале ноября текущего года. В работе задействованы 13 единиц техники. Невзирая на сильные ветра и пронизывающий холод, трудятся здесь 45 специалистов. Сейчас мы ведем строительство площадки для мини-футбола. Предположительно, к концу года этот объект уже сдадим в эксплуатацию. Работа кипит вовсю, так что в сроки мы укладываемся. На сегодняшний день в Прибрежном селе идет работа еще над пятью проектами. Как заверяют власти города, наглядных изменений можно ожидать уже к 2021 году. Одина Смогулова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. 80 лет без реконструкции. Плотина в Каратальском районе – один из главных источников поливной воды крестьянских хозяйств города Уштебе и шести сельских округов. Ее изношность стала причиной перебоев подачи воды. А образовавшиеся трещины угрожали прорывом дамбы. Решить серьезную проблему намерены уже до конца этого года. Какие меры для этого предприняты, расскажет Рустам Аралбаев. Водозаборно-головная плотина в Каратальском районе обеспечивает поливной водой почти весь сельскохозяйственный регион. Ее пропускная способность – 800 кубометров в секунду. За этот год она обеспечила поливной водой 12 500 гектаров пассивных полей. Она работает с 1940 года и за это время подвергла сильному износу. Сейчас ведутся работы по ее полному обновлению. По программе «Дорожная карта занятости» на эти цели выделено более 700 миллионов тенге. 1 октября начали основные работы по гидроузлу после перекрытия реки Каратал, как отвели воду. На данный момент порядка 60 рабочих работает на объекте и около 10 единиц техники. Рабочие по программе занятости принятые частично и рабочие нашего предприятия. Также по программе «Дорожная карта занятости» ведется ремонт дворов в городе Уштубе. Местные жители говорят, что после обновления их двор не узнать. Раньше они жабовались на пыль и грязь, а теперь видят только чистые, яркие детские и спортивные площадки. Этот двор является общим сразу для двух многоэтажных домов, в которых имеется более 80 квартир. Однако просторные детские площадки вмещают ребятню даже с соседних домов. По дорожной карте занятости нам было выделено 90 миллионов на ремонт этого двора. Работу мы исполнили качественно и в срок. Все использованы материалы казахстанского производства. Также мы построили три парковки, рассчитанные на 50 мест. В общем, на работы трудоустроено 33 человека. «Раньше двор был пыльным и замусоренным. Вдоль все было в грязи. Теперь, как сами видите, прилегающую территорию не узнать. Детвора радуются. Каждый день здесь играют. Жильцы с детьми из соседних домов тоже приходят к нам. Мы очень рады новому двору». Житель Талдыкургана Ерик Калиев подачу природного газа ждет сентября. «Дома необходимое оборудование установили. Трубы провели. Комиссия проверила все на соответствии стандартов. Дело осталось за малым. Подать газ». «Чтобы газифицировать дом, я взял кредит в полмиллиона тенге. Уже середина ноября пришлось искать дополнительные средства для закупа угля, чтобы дом держать в тепле. Вначале говорили, что нет счетчиков. Устранили проблему. Далее не оказалось редукторов в ящике. Пришли ответственные лица и установили редукторы. Все это занимает время. Комиссия все проверила, но подключающих газ до сих пор нет». За подачу природного топлива отвечает компания «Кастрансгазаймак». Им в доверительном управлении в августе передали часть функций управления энергетикой. В том числе и комплектность установленных шкафов. Но во многих ящиках отсутствовали счетчики, редукторы или другие технические детали, говорят представители «Кастрансгаза». Также осенью наплыв новых абонентов увеличивается как минимум в пять раз. Все это значительно тормозит время подачи газа, говорят они. «Первый большой вопрос – это комплектность шкафов. Второй большой вопрос – это качество монтажа от шкафных сооружений к самим потребителям. У нас в городе работают более 30 подрядных компаний, которые занимаются газификацией. Но, к сожалению, бывает, что из 10 выездов мы можем подключить только 2 абонента, 2 жильцов. Остальные 8 – это некачественный монтаж самих газопроводов, либо котлы не держат. В таких случаях мы не имеем права рисковать жизнью самих потребителей. Это тоже приводит к очень большой задержке». После устранения этих недоработок комиссия, в числе которых и сотрудники «Кастрансгаза», дает разрешение на подачу голубого топлива. Но сколько времени ждать после одобрения комиссии потенциальным абонентам, остается лишь гадать. Елена Нарамбеков, Абзол Насипов, телеканал «Рицу», Талды Курган. Марафон добрых дел набирает обороты. На этот раз инициативу проявил меценат из Кирвулакского района Нуржан Мурлыбаев. Предприниматель подарил квартиру многодетной семье из села Жоломан. Семья Туикумбековых долгие годы грезила о собственной крыше над головой. Увы, многодетные родители позволить такую роскошь себе не могли. Годами им приходилось китаться по съемным квартирам. Глава семьи трудится в Алматы разнорабочим. Жене Скуль ухаживает за четырьмя детьми. Чета уже была отчаялась, однако судьба им благоволила. На помощь многодетной семье пришел местный меценат Нуржан Нурлыбаев. Нашей радости нет предела. Спасибо большое Айдару за такой подарок. До сих пор не можем поверить в то, что у нас есть свой собственный дом. У меня четыре ребенка и один из них инвалид второй группы, поэтому я работать не могу. Наша самая заветная мечта исполнена. Есть еще на свете добрые люди. Теперь все невзгоды позади. С улыбкой рассказывает Жене Скуль. Дети счастливы и беззаботны. В связи с пандемией они обучаются дистанционно. А в свободное время талантливые ребятишки играют на фортепиано. В Алма-Ате, Аллатовский район, там мой друг, Тимур Елисидович, он акцию сделал, посадили в сосны. Оттуда я заразился, потом хотел в своем районе, в своем земле, хотел такую акцию сделать. Мое детство здесь было. Отец здесь работал на дороге, мать здесь торговым занимался. На этом добрые дела неравнодушного мецената не заканчиваются. Он посадил около 10 елей на перевале Архарлы. Также предприниматель на постоянной основе помогает нуждающимся продуктами питания. По его словам, он продолжил марафон добрых дел, начатый в родном районе. Дамир Анитов, Жайхурманбаев, Телеканал ЖИЦУ. 10 человек погибли в результате пожара в больнице румынского города Пьятра-Нямц. Медучреждение специализировалось на лечении больных с COVID-19. Еще 10 человек получили ранения и ожоги. 7 из них находятся в критическом состоянии. Дежурный врач, пытавшийся спасти пациентов из огня, получил ожоги 40% поверхности тела. Он доставлен в военный госпиталь «Королевы Асрит» в Брюсселе, поскольку в румынских больницах сейчас нет медицинских возможностей для лечения пациентов с тяжелыми ожогами. Остальных пострадавших доставили в румынский город Яссы. Министерство здравоохранения Румынии сообщило местным СМИ, что возгорание, скорее всего, вызвано коротким замыканием. Пожар ликвидирован. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Президент Румынии выразил соболезнования семьям погибших. Армянская сторона официально передала Азербайджану несколько районов Нагорного Карабаха. Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, остается под контролем армян. Сейчас сюда возвращаются беженцы. Они покинули свои дома, когда линия фронта подошла прямо к городу. Теперь здесь расположатся российские миротворцы. Москва планирует разместить в Степанакерте межведомственный гуманитарный центр. Добавим, до начала боевых действий население города составляло около 55 тысяч человек. Теперь Степанакерт сильно разрушен, как и многие другие населенные пункты региона. Несмотря на интенсивные обстрелы и опасность захвата, многие жители не хотели уходить отсюда. Более сотни саркофагов, погребальные принадлежности, десятки статуэток, возрастом более двух с половиной тысячелетий, новые находки египетских археологов. Ученые вскрыли три погребальных колодца глубиной около 12 метров. Сохранность артефактов называют отличной. Во многих саркофагах находились мумии. Ученые предполагают, что где-то в этом районе была большая мастерская по производству саркофагов из местной древесины. Специалисты уже много месяцев не прекращают раскопки в гигантском некрополе Саккары, в 16 километров к югу от пирамид. По словам ученых, пока обнаружено лишь около 1% артефактов, которые могут скрываться в Саккаре. Петропавловские волейболистки уступили победу Талдыкурганскому клубу ЖТСУ. Матч проходил в рамках четвертого игрового дня чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд. Что помогло одержать победу волейболисткам ЖТСУ, узнавал Алексей Цой. Настоящий профессиональный волейбол продемонстрировали команды ЖТСУ и Куаныш. Яркие и сложные в тактическом плане атаки на протяжении всей игры придали зрелищности каждому сету. Гости из Северо-Казахстанской области первой партией усердно пытались одержать победу. Но слаженнее оказалась игра волейболисток из Талдыкургана. Во втором сете ЖТСУ показал мастерскую игру в нападении, не оставив ни единого шанса на победу своим соперникам. Как говорят игроки Куаныша, сбился эмоциональный настрой. Второй сет семеречники завершили с разгромным счетом 25-13. Немножко второй партии мы, конечно, ослабили эмоции, поэтому немножко она была провальной. В принципе, и первая партия, и третья можно записать в отличный плюс. Чуть-чуть, может, не схватило игрности, потому что у нас новых два игрока, которым мы тренировались буквально 3-4 дня. Поэтому действительно еще сходки такой нету. Поэтому, надеюсь, все наработаем, и будет борьба еще сильнее. В целом сезоне, конечно, мы будем бороться за медали. Плохо тот спортсмен, который не хочет золота. Поэтому, конечно, хочется золота. Мы будем биться и бороться до последнего. Третья партия оказалась действительно эмоциональной и напряженной. В течение всей игры команды по забитым мячам шли вровень. Но ЖТСУ, отыграв хорошо как в защите, так и в атаке, доказали Куанышу, кто здесь хозяин площадки. Счет 25-23. Итог 3-0 в пользу ЖТСУ. Команда с Куанышу, они достаточно сыграны. Команда Куаныш – серьезные соперники. Так как этот коллектив, скорее всего, войдет в плей-офф и будет играть в суперкубки. В целом, игра прошла нормально. Мы пробовали разные комбинации и тактики. Счет игры 3-0. Я думаю, что это больше, чем нормально. В борьбе за лидерство турнирная таблица выглядит следующим образом. На первом месте по очкам лидирует команда Алтай. На втором расположен Куаныш. Тройку лидеров замыкает Алматы. А вот на четвертом месте ЖТСУ. Эксперты прогнозируют поднятие Талдыкурганского глоба до второго места. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает. В ночь с 16 на 17 ноября на территории Алматинской области местами ожидается туман, гололед. Ветер западный с переходом на северо-восточный. Ночью местами 15-20 метров в секунду. В Талдыкургане ожидается гололед. Объявлено штормовое предупреждение. Его вероятность составляет около 95%. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить на круглосуточный единый номер службы спасения 112 или по номеру 101. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин